Внученька Я бы многое отдала, чтобы вернуться в деревню Шадриху, в наше родовое поместье Бабушка, я могу тебе чем-нибудь помочь? Ну, чем ты мне можешь помочь? Я больше за тебя, внученька, волнуюсь Не может человек быть счастливым в городе Чтобы обрести счастье и гармонию, надо жить на природе В собственном дому Жалко, что мало кто это понимает Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мама Молодой человек, сколько вам взвесить? Вы будете помидоры покупать? Мне, пожалуйста, килограммчик взвесить Килограммчик, хорошо. Может, огурчиков еще? Матушка, а почему помидорчики? 150 рублей, молодой человек. Берите, не пожалеете. Новый урожай Мужчилек, обранили. Пройдемте с нами тысячу сомнения протокола Нет, я ничего не видела. Вы что? У меня помидорчики. У вас свои заморочки Ой, что вы договариваете? Отойдите, пожалуйста, отбила. Вы ко мне мешаете работать Вам молодой человек, огромное спасибо Я тебя все равно поймаю Не с поличным, так что-нибудь подкину Я тебя в лесу глухом достану Кто шагает, нужно в ряд Это скал, кто подряд Сильные, белые, ловкие, умелые Ты шагай, не отзывай Душа песню закрывай Раз, два, три, четыре Три, четыре, раз, два Кто шагает, нужно в ряд Это лучшая дружина Это скал, кто подряд На месте, стой, раз, два Ребята, сегодня мы будем строить с вами шалаш А для этого нам нужны еловые или сосновые ветки Ладно, забыли Давайте тогда попробуем разжечь костер Давайте соберем немного сухой травы и дров Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, божечки ты мой, кого же я вижу, мил друг Максимушка Ну здравствуй, мой хороший Тетя Кондуктору за проезд платим? Давай, 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 в карман руку засовывай 15 рублей доставай тетя Кондуктору Тетя Кондуктор тебе билетик даст 15 рублей достаем Билетик получаем, мил друг Давай Эх, Максимушка, лесной ты человек, в лесу тебе жить надо. Все мужчины, мужчины, как бы это помягче выразить, подлецы. У них только одно на уме. Очень сложно порядочной и воспитанной девушке... Андрей, Тёма, подождите, мы с вами. ...найти себе вторую половинку в современном мире. Ксюша! Иду. Тяжело тебе в жизни придётся. С таким подходом в девках останешься. В лесу тебе жить надо. Выезд с автовоксала 820, МСК. Сохраняем. Загружаем. Я на свете всех умней заманю, я без людей. И эти сокровища укрыты прекрасным шадрихинским лесом. Принеси мне, пожалуйста, тоже чаю. Принесу. Всем чаю. И мне чаю. Принеси мне тоже чаю. Сейчас, вон тоже сделаю. Чтобы построить храм, нам срочно нужно найти денег. Смотри, 10 миллионов золотых червонцев, зарытые Пугачёвым и скрытые таинственным лесом в районе шадрихи. Сколько? Где? 10 миллионов. Нам нужно срочно найти человека, который принёс бы нам всё до последней монетки. Смотри, лучше не придумаешь. Ну да. Максим! Максим! Скажи, куда ты опять собрался? Мы с друзьями клад Пугачёва искать будем? Какой клад Пугачёва? О чём ты вообще говоришь? Сынок, ты же у меня дуб. Пап, кто-то стучится. Сиди, я открою сам. Даша! Дорогая моя, куда ты намолилась? Мы с ребятами собрались в тур по малым городам России. Из Каролана, Саратов, Казань, Астрахань, Шадриха. Ну хорошо. Ты только держись от парней подальше. Хорошо, мама. Батя, у меня проблемы серьёзные. Из города уехать надо. Будь осторожней, сынок. По возможности сообщи, где и как. Всё, давай. Шадриха? Привет, это ты размещала объявление? Да. Меня Виктория зовут. Меня зовут Лида. Очень приятно с тобой познакомиться. Девчонки, привет, меня Максим зовут. Меня Виктория зовут. Приятно познакомиться, кстати. Аккуратно ставь. Это Сергей, это я писала. Это ты со мной общалась в ВКонтакте. Да, конечно, всё. Я тоже. О, Шадриха! Привет, ребята! Привет. Привет, меня Максим зовут. Много, поехали. О, это у тебя гитара? Это вы закладываете. Да. Привет, меня Максим зовут. А ты чем увлекаешься? Ты Лида? Да. Тебя зовут Даша? Да. Привет, меня Максим зовут. Привет, я Вита. Они что, тоже с нами поедут? Кстати, ребята, вот наша маршрутка. Сергей, помоги мне ведро донести. Да, конечно. А ничего не забыли? Да нет, вроде все взяли. Ну а как? Я без вас. Билет возьми. Все, соратники, удачи. Все, ребята, давай пока. А ведь про трезвее спасибо нам не скажет. Да пошел он, лесом. О, какая шикарная девушка. Мужчины, отойдите, от вас пахнет. Ой-ой-ой, какие мы все нежные. Я предлагаю разделить слез Шадрихи на несколько участков и исследовать их каждый день. А там звери есть? Пиявки и клещи, комары, змеи, медведи и волки. Командец, поставь какую-нибудь другую музыку. Не надо, это моя любимая песня. Ребят, приехали. Вот наши деревья. Ребят, вы куда? До города еще далеко. Ну как, ты скажешь? Может быть, мне кто-нибудь поможет? Меня подождите. Ребят, постойте, я с вами. Да стойте вы. Что, шашлычков намутим? Винца попьем? И что, с ночевкой? Отстань от нас! Он сидит с нами. Что бог не делает, все к лучшему. Действительно, пускай идет с нами. Веселей будет. Кому веселей? Ты моя маленькая. Ветер нормальный. Лид, как думаешь, за пару дней ты управимся? Что это с Лидом? Торопиться не надо. Да, время свое покажет. Давно с ними знакомы? Ну да. Ребята, я про лес все знаю. Значит, Максим, Паша и Сергей ставят палатки, только подальше от муравейника. А Лида и дальше приготовят обед. А мне что делать? Прекрасное создание. Не подскажешь случайно? Иди-ка по яму для отходов. Для отходов? Я думал, для трупов. Таким провиантом мы тут долго не протянем. Без разговоров. Это пойдет тебе на пользу. Хватит. Хватит. Вы чего натворили? Поставили палатку по фэншую. Надо спать головой к северному направлению, чтобы просыпаться бодрыми и в хорошем расположении духа. Чтобы просыпаться бодрыми, нужно сначала познакомиться. Ну, давайте вместе выпьем что-нибудь за знакомство. Мы сюда не пить приехали, иди яму копай. А что вы сюда в пустую приехали? Сокровища искать? Помолчи. Иди уже обратно. Мы приехали наслаждаться природой. Не слушай ты его, у нас дурачок. Вы мне тут дуру не гоните. Десять миллионов золотых червонцев искать будем. Помолчи. Он у вас болеет? Да, болеет. Не обращай у него внимания. У них даже металлоискатель есть. Да замолчи ты уже. А это вам зачем? Давайте не будем дурака валять. Мы действительно приехали сюда за золотыми монетами, которые Пугачев в восемнадцатом веке закопал. Да, война не всех убила. Ну, я у вас здесь заночую, а завтра поеду. Вы не против? Я против. Да пускай остается. Иди уже. Копай яму, ага. Серега, долго там еще? Люди есть хотят. Не мешай, надо иду благословить. А нас не тряханет? Не мешай человеку. Сергей, а там мясо есть? Никакого мяса, только овощи и травы. Можно кушать. Я это есть не буду. А для меня тарелки нет. Я пошла спать. Всем спокойной ночи. Сергей, вкус такой у супа замечательный. Какой-то сладковато-горький. Напишешь потом рецепт? Серега, я там яму вырыл для мусора. Иди отнеси туда свой суп. Не трави людей. Раз ты здесь остался, уж будь добр. Не порть людям настроение. Ладно, я тоже пошла. Доброй ночи. Завтра подъем в 4 утра. Утренние процедуры. Идем запасаться солнечной энергией. Девчонки, давайте двигайтесь. Подъем в утренние процедуры. А можно потише? И так всю ночь не спала, от коваров спасалась. Только уснула и на тебе, здрасте. А сколько времени? Уже 4 утра. Ты, Сергей, ненормальный? Ребята, не шумите. Паш, ты идешь? Кто здесь? Я нет. А можно с вами? Девушкам нельзя. Что-то мальчики долго не идут. Я желаю всем счастья. Вон идут твои заборонки. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Давайте уже клады встать Чем быстрее найдем, тем быстрее уедем отсюда Я такую неадекватную банду в первый раз вижу Мне интересно, как вы из леса 10 миллионов желтых червонцев На себе домой потащите Уйди Могу я у будущих миллионеров Одолжить денег на проезд до Ульяновска Еще чего У нас каждая копейка на счету У меня, к сожалению, нет Ты попробуй автостопом Бог поможет Братан, дал бы, но сам Ладно, ребят Спасибо вам за ночлег Тебе, Сега, за прекрасный ужин Давайте, удачи вам, золотые искатели Привет, принцесса Как дела в вашем королевстве? Спокойно было Пока ты не появился Какими судьбами в краях наших? Да мы тут траву косим с ребятами Неподалеку А на кой вам трава? Корову кормить А где у вас корова? В городе В гараже Что ты несешь? Слушай, принцесса Есть что-нибудь у тебя? Голова болит Аспирин есть Чай есть Может, есть что посерьезнее, покрепче? Покрепче нет Алкоголя мы не держим Все мужчины от спиртного Повымерли Скоро и нас не будет Зимой Наш святой отец Вот под этим делом Замерз Лечился в больнице От алкоголизма Не выдержал Убежал Напился и умер Замерз вот прям на нашем том пруду Понятно Хозяйка, дай мне, пожалуйста, 500 рублей До Ульяновска добраться Я как приеду в город, тебе вышлю Ох ты какой шустрый Ты бы знал, как денежки нам с трудом достаются Вот скосишь крапиву Дам тебе на проезд Я сейчас только вот за ребятами схожу И сразу схосим Монету верни Я сейчас Ребят Будьте аккуратнее, пожалуйста Мы только что На капкан опоролись Так что смотрите под ноги Опять явился Пристал, как банный лист За что нам это наказание? Ребят, я кажется знаю, где зарыто Золотые червонцы Иди уже домой автостопом Я тут с колхозницей одной познакомился Она по весне по пол ведра монет собирает И местным жителям по дешевке сдает Я правда не уверен, что это золото Пугачева Но шансы велики Да ладно тебе, что ты гонишь-то нам? А вот это вы видели? Да, ребят, реально Восемнадцатый век То, что нам надо К ней в огород так просто не попасть Я договорился ей помочь Пока я отвлекаю двое Косить траву и крапиву А один прочесывать металлоискателем Девчонок не берем Пятьдесят процентов сокровищ Мои Что это ты раскомандовался? Вот тебе! Это деньги Лиды! Это наш клад! Даша, успокойся Без него нам все равно ничего не светит А деньги поровну поделим Да, поровну Лид, скажи им Паша правильно говорит Да, Паша правильно говорит Хорошо? Поровну, так поровну Только я иду с вами! Ну вот, привет Как и обещал Будем косить траву Вот вся наша команда Вот этот Сергей Хороший пацан Идите, косите Короче, как мы только приехали Вот Вот там мы живем Ну, посмотри Ребята, хорошие Не переживай Все нормально будет Пойдем, я монету принес Чаю поставим Ребята, здесь! Ребята, здесь! Света, 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 постой! Да подожди ты! Отстань! Подожди, подожди Ну куда ты? Света! Вы что творите, а? Успокойся, Света! Успокойся Ты кого примем? Успокойся, что ты делаешь? Я тебе сейчас такое устрою! Ну куда вы поторопились? Завтра Нужно все повторить Я пас Зачем я вообще с вами связалась? Вся в синяках, в царапинах Вся компания один другого догоняет Ничего не знаем! 25% вклада мои И сделала ралли И физический ущерб! Ну как, супец? Здорово! Я спать! Вот у Светланы Супец так супец был Но благодаря вам Вся лавочка прикрылась Аппетит у Максима очень хороший Наши запасы заканчиваются Что делать будем? Будет день И будет пища Подъем! Утренняя процедура! Выходим все из палаток! Вы можете не орать с утра! Сергей, вы вообще-то не один здесь живете! Я желаю всем счастья! Я желаю всем счастья! Я желаю всем счастья! Мальчишки, возьмите меня тоже с собой Я тоже хочу! Нет, с нами нельзя! Ну и ладно Лид, пойдем за ягодами? Пойдем! Имейте совесть! Дайте поспать! На месте некоторых я бы вообще бы молчала! О, девчонки, какие молодцы! Ягод с утра нарвали! Руки убери! Мало того, что живем непонятно где Так еще и погода не радует План таков Мы с Дашей будем готовить Сергей, как самый ответственный Будет продавать ягоды и закупать продукты Да, Лида правильно говорит Лыжа, они бывают разные Детские, зимние, летние на роликах Лыжи, это моя слабость Я бы все отдал, чтобы лыжи были здесь А знаешь, у меня есть огромная мечта Какая? Я хочу, чтобы вся страна встала на лыжи Чтобы не было ни машин Ни велосипедов Ни мотоциклов Чтобы все катались на лыжах Классно! Когда мы найдем золотые червонцы Я построю огромную лыжную базу Чтобы все дети, взрослые Катались на лыжах Бесплатно А меня в компаньоны возьмешь? А нас не тряханет от этого напитка? Да нет, если все грамотно сделать В интернете читал Вообще все нормально будет Мозг на сто процентов работает Только успевай записывать А ты сам-то пробовал? Да нет пока Я вообще-то режиссером хотел стать Стихи пишу даже Особенно за Будуна хорошо получается История разная Хочешь почитать? Давай Вот одна занятненькая есть Погоди-ка, дружок Давай-ка сначала варево выпьем Максим Чуть-чуть вперед Чуть-чуть левее Назад еще Назад Молодого парня Митю В детстве ударило качелей У него появилась способность Видеть ангелов И демонов Живущих в людях Его ангел-хранитель Лось Лось Держите, Паша Он коня поймал Лось Братан, почем ягоды? Мята, чабрец, редиска, лук, укроп Братан, почем ягоды? Сколько не жалко, ребят Слушай, дружище, сейчас денег нет пока Ягод очень хочется Ты сам где живешь? Вон там наши палатки стоят Давай мы тебе завтра денег завезем А можно лучше продуктами? Ну конечно, мясо Сало, колбасы, сосисы А мяса ни в коем случае не надо Укроп, петрушка, капуста, гречка Картошка, морковка, свекла, чабрец Лук, чеснок, сельдерей, мята Что, Леха, ты все запомнил? Да, конечно Чабреца, щавель Все привезем Голодным не оставим Давай, братан Давай, удачи Ребята, там Ось Серьезно, Ось Все хорошо На, попей Я ему говорил Не ешь эти ягоды А он все горстями, горстями закидал А потом бац, и тряхануло Тряхануло Сергей, привет, ты принес продукты Там ребята обещали привезти Какие еще ребята? Молодые местные, завтра подъедут А что мы сегодня есть будем? Ты понимаешь, ты весь лагерь без продуктов оставил Нужно уметь отдавать безвозмездных Заниматься служением Нужно уметь доверять людям, ребята Ты слышишь, зану тебя, а? Ребята Меня отпустило Давайте, я схожу в город За продуктами А что-нибудь осталось? Последний батон, Максим, доедаешь Подъем, утренняя процедура Выходим все из палаток Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Лидвик, подождите, я с вами Смотрим на солнце, глаза не отводим И даемся солнечной энергии Желаем всем счастья Я желаю всем счастья Теперь понятно, чем вы тут занимаетесь Я желаю всем счастья Я желаю Субтитры создавал DimaTorzok Девчонки, какая все-таки красота Птицы поют, ягоды Что еще для счастья надо? Вот найдем клад и рванем вместе в Дубае А мальчишек-то возьмем с собой Слишком много чести для них А мне никаких Дубаев не надо Этот Паша неизвестно где деньги на продукты взял Ведь ягоды он не брал на продажу А все, что он купил, этот Максим сожрал А этот Сергей еще и неизвестно, чем с ними в лесу занимается Да, шикарный вид Но пора и честь знать Давно пора А что случилось? Да ничего Я сначала думал то, чтобы отдыхать сюда приехать После поиска вклада я подумал, вы либо умалишенные Либо параноики, жадные до денег Но после сегодняшних мероприятий я понял Вы все сектанутые сектанты Извините Но мне пора домой А чем вы там занимались? Как обычно Желали всем счастья Это как? Я желаю всем счастья Я желаю всем счастья Я желаю всем счастья Ребята, я вас боюсь Я желаю всем счастья ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что тебя привело ко мне, сын мой? Батюшка, вот скажи, а люди должны помогать друг другу? Да, должны. Зови меня, отец Владимир. А тебя как зовут? У меня Иван. Ну, рассказывай, Иван, что у тебя случилось? Денег мне надо. Уехать не могу домой до Ульяновска. А чем тебе здесь плохо, Иван? Да не могу я, не могу я выбраться отсюда. Отец Владимир, выручи 500 рублей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держит тебя здесь что-то. Бесов тебе много, Иван. Человеку по вере ему дается. А что вот если другие люди веру иную проповедуют? Я хоть вот человек окрещеный, но хочешь не хочешь, усомниться можно. Что ты мне сейчас такое говоришь? Тут неподалеку одна компания лагерь разбила. Там у них предводитель, солнцем улице. И счастья всем желает. Семена сеет, культуру впихивает. Понятно, нашему русскому народу. Никогда на нашей родной православной земле такого не было. Езжай с Богом! А деньги? А денег я тебе не дам. По мою душу приехали. Это он! Это он был! Он! Это ясное слово! Он был! Он! Он меня спас! Точно говорю! Он меня спас! Парень, да ты герой! Молодец, парень, молодец. Молодец, парень, ты молодец. Сейчас я тебе грамоту напишу. Паш, а ты что сделал? Да он герой, он человека спас! Как это произошло? Как ты увидел, что он тонет? Ну, я прогуливался вдоль реки и вдруг услышал крик ребенка. Как имя, фамилия? Павел Евдокимов. Вы спасли ребенка. Вы знали, что это ребенок главы? Нет, конечно. А какие чувства испытывает герой? Никаких. Вы совершили такой отчаянный поступок. Не побоялись утонуться и самоотверженно бросились на помощь. Он такой классный. Мало кто из молодежи способен совершить подобное. Да, только живет очень много. Какое счастье, чтобы оказались в нужное время и в нужном месте. А можно мне сфотографироваться с героем? Да, конечно. Мой герой. Смотрим все на меня. Стойте! Подождите, подождите! Меня, меня забыли. Все, сфотографировали? А в газете так и напишите. Не может добраться домой. Цена вопроса 500 рублей. Все помешались на обжорстве, жадности и вере. Все, фоткайте меня. Уйди-ка отсюда, уйди-ка отсюда, парень. Уйди-ка отсюда, давай. Давайте улыбайтесь. Ну, все, по машинам. Какой же все-таки молодец. Поехали! Ребят, а сейчас что было? Везет некоторым. С героем в одной палатке спать будешь. Здорово. А где он? Спасать мир от дебилов. Вечером обещал вернуться в палатку. Думал, я его не найду. А я вот все-таки сразу его узнал. Рванул в другой конец республики. Так это ж красавчик. Поднимай всех. Звони в Порецкий, Шумерлинский, Аллатрский район. Заказывай спецназ и две вертушки. Будем брать особо опасного преступника по кличке Красавчик. Боюсь, спецназ и вертушки нам не дадут. Ладно, своими силами справимся. Пошли. Ребята, кто-нибудь знает, где Сергей? На лыжи встал. А где он лыжи взял? Бандероли по почте прислали. Я тоже хочу. Летние на роликах. Вот найдем клад и купим тебе лыжи. Новые. Много различных лыж. Я больше не буду искать клад. Мне лыжи нужны. Хорошо. Купим тебе скоро лыжи. Еще немного совсем осталось. Не расстраивайся. Почти весь лес прочесали. Всего лишь два участка осталось. О, Сергей. Привет. О, неверно вернулся. Сергей, отведай супчика. Куриного. Спасибо, не надо. Я вообще с тобой не разговариваю. Сергей, ты где лыжи спрятал? Сергей, поешь хлебы с овощами. Отстаньте от меня. Я спать пошел. Ребят, зря мы с ним так. Серега, ты извини, если что. Я больше так не буду. Максим, ты куда? Я пошел лыжи искать, где Сергей спрятал. Не проходим мимо. Прекрасный выбор только сейчас. Берите лыжи сегодня для вас. Кататься ты будешь по самый апрель. Не лыжи, а сказка. Ты просто поверь, что ты смотришь отличные лыжи. Прекрасные лыжи. Отличные лыжи. Даже муха не стояла нигде. Прекрасный, прекрасный. Ты посмотри. Сколько стоит? Пятьсот рублей. Пятьсот рублей. А ты что? Благодарю вас. Благодарю вас. Здравствуйте. Привет. А у вас есть дрель? Только ручная. Ай, ручная пойдет. Эти ролики вообще вроде от коньков. Они пустят, пойдут, нет вообще. Ай, пойдет. Тогда крепим. Это вы там в листочке живете? Ну да. С женами живете? Нет. А с чего ты взял? Значит, не ваши жены. Познакомите? Они слишком молоды для тебя. А ты что, жениться надумал? Да, вроде бы как. Что ты теряешься? Тут неподалеку у тебя вот такая баба живет. Работящая, красивая. Светланой зовут. Да не нравлюсь я ей. Да, смотри-ка, принцесса какая выискалась. Ну все, Максим, давай мы в тебя верим. Ребята, машина, Ваня, сделай что-нибудь. Максим, машина! Почему ты это делал? Я это удалила. Я убил человека. Что это все значит, Максим? Это стихи Гёте, я учила немецкий, я наслаждаюсь твоей красотой, это привилегия для меня видеть тебя каждый день, потому что так появляется возможность тебя поцеловать. Вот это чудеса! Чудеса, я ни разу не видел, чтобы немцы летом на лыжах ездили. Мужик 500 рублей выручен, восстановлено здоровье. Это ему на 500 рублей? Куда? Да ему здоровье позавидовать надо, смотри, всю машину помял. Максим, молодец, здорово ты ему машину помял. Ну что, друзья, продолжим наши поиски. Лида, давай карту. Нам осталось три участка обработать. Учитывая ваши интеллектуальные и физические способности, придется рассчитывать только на свои силы. Вика, надо быть аккуратней. Мы чуть дважды в капкан не попались, и четыре силка уже сработало. Я надеюсь, мы все поровну на шестерых поделим? Почему на шестерых? Нас же семеро. Я Ивана в расчет не беру. Поделим все поровну, на семерых. О, на тебя птичка накакала. Какой кошмар! Это к деньгам. Хорошо, что два котла приобрели. Теперь Сергей с Дашей могут готовить отдельно. И все счастливы. Максим, ты такой молодец, что такое придумал. От вашего котла мертвичиной пахнет. Я боюсь, что и наша пища этой зловонии провоняет. Ну, здравствуйте! Ну, здравствуй, корень, не шутишь. Какие могут быть шутки? Не против я вас тут погреюсь? Да, конечно, проходите. Вот, пожалуйста, кушайте. Я позже перезвоню. Что-то посерьезнее хочется. Дичи хочется. На, женщину, свари-ка птичку. Уберите от меня это. Сразу видно, городская. Давай тогда, я приготовлю. Ну что, много дичи настрелял? У всякой охоты свои заботы. Я впустую сегодня весь лес проверял. Кто-то все силки у меня. Дернул. И капканы все закрыты. А дичи нет. Ну и пускай, зато звери целее будут. Не добыча главное. Потеха. Вот позавчера я этой дичи столько наловил. Очень много. Не то, что в этот раз. Уток настреляли? Уток. И не только. Пошел я поздно. Уже смеркалось, когда я дошел до озера. Сосны стоят величаво. Не шелохнуться. И даже трава замерла. Красиво излагает. А ты как хотел. У настоящего охотника душа поэта. Одно только плохо. Комары достали. Злющие черти. И вот я замер. Я на охоте. Вижу, как утки проносятся мимо. Они летят до неба. И падают прямо в воду. Я увидел. Приготовился. Прицелился. Бац! Кошмар! И утки с шумом летят в небо. И ты ни одной не пристрелил? Хороший охотник. Зря пуль не мечет. Я штук десять их положил. Десять? Да вы... Да вы серийный убийца. Со мной можно и на ты. Я не велика птица. Не кипятись, женщина. Потом пошли черки и нырки. А затем я иду и слышу треск валежника. И вдруг я почувствовал, что кто-то крупный идет. Я стал смотреть, где он. Тут, тут и гляжу. А всматриваюсь. Показалась голова вася. Знакомая картина. Лесной гигант выпался из тумана, как в сказке. Я прицелился. Бац! Готов, голубчик! Я надеюсь, что все это наглая ложь. А если это все и правда, то вы для меня самый последний человек на свете. И знаете, как вас там? Олег меня зарол. Ну так вот, Олег, как личность вы мне очень неприятны. И я буду очень рада, когда ты уйдешь из нашего лагеря. Может, мне на самом деле уйти? Да не обращай ты на нее внимания. Она когда по поводу мужиков всегда так. Я все слышу, Ваня! Ну что там дальше? Ночь прошла спокойно. Но утром мне послышались крики. Вы слышали когда-нибудь крик лебедей? Этот крик поднял меня на ноги и понес к озеру. И вот в этой утренней дымке в свете в лучах солнца показались два лебедя. Я замер. Прицелился! Хватит! Лебота-то какая! Подъем! Подвинься немного. Ходные процедуры! Выходим все из палаток! Двигайся, двигайся! Идем? Идем? Продолжение следует... 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 Ладно Сергей, люди ждут чудо Ты в образе ангела Сергей, слезай оттуда Ты понимаешь, что ты всех подводишь? Там народ собрался С соседних деревень приехали Я тебе в твоих очках форточки сделаю Слезай оттуда, вредитель искусства Слезай, тебе говорят Я влюбился в первый раз И так хочу увидеть вас Но где-нибудь в лесу наедине Комары и муравьи Большие, не другие мои И мама с папой запрещают мне Ах, не бойтесь муравья Если рядом с вами я Обещаю на утро Защищать от комара Я и в море, и в лесу Вас согрею и спасу Надо Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Подумать Там уже поют вовсю Твой выход Ты должен быть на сцене Я не готов Я тебе дам не готов Пускайся оттуда Куда ты полез? Надо, 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 надо Тебя ждут, ты ангел Ах, какая ночь была И в облаках луна была И нам с тобою вели соловьи Ты мне друг, но не жених Боюсь родителей своих Но слишком горячи Слова твои Чтобы побед не забывать Разреши поцеловать Только капельку чуть-чуть Вдруг увидит кто-нибудь Завтра вновь хотелось мне Прогуляться при луне Надо, па-па-па-па-па-па-па-па-па-падумать Думай, 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 думай Извини, что так получилось Просто я еще не готов к публичному изделию Мы так к этому готовились Вот сейчас как ребята там без нас? В карманнике аферист Павел Евдокимов Вы обвиняетесь в ряде преступлений Вы за что парня берете? Он же герой Отпустите его Отстаньте от парня Это карманники аферист Павел Евдокимов И он мне за все заплатит Да что вы на парня-то наговариваете? Пожалуйста, послушайте меня На самом деле Владимир Вячеславович Правду про меня говорит Виноват я перед обществом и законом И готов пристать перед судом Ну дела Сажайте его в машину Лит, ну успокойся Все будет хорошо Его освободят Последний участок остался Обменяем червонки на деньги А за деньги все купить можно Давно уже не девяностые Сейчас так не прокатит Вот если бы только адвокат хорошего нанять И то вряд ли отпустят Ребят, простите меня, пожалуйста Тут на самом деле нет никаких сокровищ Я все это придумала, чтобы одной сюда не ехать Тут вообще деревня моей бабушки Ребят, извините меня, пожалуйста Я так и знал На самом деле, Эмилиан Пугачев даже не был В этих местах Вы кажется, друзья Мы здесь нашли что-то больше Чем золотые червонцы Ребята, вы правы Деньги не главные Я это благодаря вам поняла Я завтра домой Меня мама ждет Я тоже Да и мы тоже А как же я? Ребята, вы на меня не обижаетесь? Да нет, конечно ли Ты что? Мы же тебя любим Все нормально, Эмилиан Не расстраивайся Давай, много не ругайся Пока Я буду очень скучать Все будет хорошо, я приеду Да с Богу, увидимся Давай, друг, счастливее И тебе удачи Я буду очень сильно скучать И тебе удачи Олег, я приеду Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok У Павла прошел суд И ему дали один год условно Он больше никогда не возвращался к своей прежней деятельности Они с Лидой забрали бабушку И все вместе уехали жить в деревню Шадрика Это внученька Травка душица называется Женская трава Ее нужно пить перед сном Для успокоения А это? А это? А это травка Для Павлика Иван-чай Кипрей Называется И листочки отдельно завариваются И цветочки Очень полезная травка Даша тоже оставила городскую суету И переехала жить К своему любимому на делянку Дорогой, заканчивай Я там постного сука сварила Пойдем домой Иван понял Что на родине ему ничего хорошего не светит И он тоже перебрался в деревню Шадрика Где поселился вместе со Светланой Зря мы с тобой, Света, грибы с красными шляпками повыкидывали Если правильно приготовить Вот такой отвар получается Знаешь, какой сценарий может забабахать? Не то, что соседней деревне Со всего района люди приедут Ванечка Тебе грибочки-то не нужны Ты у меня и так справишься Трезвому человеку любые горы по плечу Это точно Отец у Максима обрадовался Что его сын просветлел рассудок И купил им с Викой лыжную базу за городом Ребята Сегодня мы с вами проедем на лыжах 15 километров Ой Я сказала 15? Полтора, конечно же А следовать мы будем за нашим любимым тренером Максимом А я буду Вас подгонять Направо Шагом марш Сергей все-таки решился на поступок И сделал публичное выступление Перед своими соратниками и руководителями Богач, чему твои укоры Успокойся Успокойся Ребята Я тут всяких трав привез Давайте заварим чаю Его не поняли в тот вечер А может просто и не хотели понять Сергей тоже покинул город и поселился где-то на природе Вы, наверное, спросите Зачем все это нужно? Ведь есть другой мир, материальный Есть к чему расти, к чему стремиться На что мы вам с легкостью, не задумываясь, ответим А не пошло бы ли все это лесом? У Лиды с бабулей беседа случилась Про то, как жизнь их вся изменилась Про старость, про то, все про взрослое мнение И как им вернуть в шадрихи имение Лида ВКонтакте группу создала Проклад Пугачева там написала Время и место всем указала Все собрались Отправляемся с вокзала Лесом! 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 Идите все лесом! 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 Идите все лесом! Павел Жулик, карманник лихой Но на душе совсем неплохой Попался на краже уже не впервой Надо укрыться, но нет пути домой Опер конкретно на паршу сердит Хочет поймать, да закрыть норовит И если ребята конкретно под прессом Нарога одна Идите вы лесом! 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 Идите все лесом! 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 Идите все лесом! Лесом! Максим с головою совсем уж не дружит Поэтому парень морфлоте не служит На смешке повсюду борьба со стрессом Парнишка тоже отправился лесом Сэконом-пака Даша выпускница не любит мужчин И эта девица в городских массивах понимания не находит Хочет в Дубай Но даже лесом уходит! Лесом! Ребят прохлад услыхал Собрал свои вещи и лесом погнал У Вики есть свой малолетний отряд Лихо их Вика строит всех в ряд В городе все на перерез Девушка тоже отправилась в лес Лесом! Идите все лесом! 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 Идите все лесом! Лесом! Иван домой в Ульяновск собрался Перед уездом слегка расслаблялся Все перепутал Другой маршрут лес Компания в Бори Отправляемся в лес Лесом! Идите все лесом! Идите все лесом! Идите все лесом! Лесом! Идите все лесом! Лесом! Идите все лесом! Идите все лесом! Лесом! Идите все лесом! Идите все лесом! Идите все лесом-лесом! Идите все лесом-лесом!